Давайте я начну. Я прошу прощения, что пришлось ждать. В общем, поскольку у нас такой интимный сегодня вечер, может, вы со сетей поближе? Я буду рад, если будут вопросы какие-то, я с удовольствием постараюсь на все ответить. В общем, меня попросили прочесть лекцию на свободную тему. Я понял, что тема, которая меня всегда волновала, ну, по крайней мере, с тех пор, как я вообще узнал это слово, остранение, и почему-то оказывается, что это неочевидные вещи, и что об этом стоит говорить. Но все по порядку. Во-первых, если кто не знает, значит, моя фамилия Меламед, и если интересно, то можно в Гугле набрать блок Меламеда и найти вот этот сайт, на котором все-все мои материалы собраны, и там есть мои лекции, какие-то мои тексты, какие-то мои работы и так далее. То есть все, что я там как-то пишу и делаю, я стараюсь там собирать. Ну, в общем, сегодня речь пойдет про остранение, да, и мне кажется, что, ну, наверное, есть более какие-то актуальные темы, но я действительно считаю, что категория современности сильно переоценена, и в конечном счете все упирается в вопросы о том, что происходит со зрителем, что происходит со слушателем, да, кто бы это ни был, в чем вообще, как бы, событие, да, как мы можем говорить о том, почему зритель запомнит нашу работу. Вот. И, ну, я сразу покажу вот этот человек. Все, что я сегодня буду говорить, я буду говорить своими словами, потому что я плохо запоминаю цитаты, но всем очень рекомендую прочитать текст Шкловского под названием «О теории прозы». Он небольшой, причем написан, если не ошибаюсь, ну, в общем, в начале XXV века, там, порядка ста лет назад. В какой-то момент он его позже переписал, но он действительно не потерял актуальности, ну, как не потерял актуальности, собственно, Толстой, про которого он пишет, но это действительно вещи, которые, мне кажется, вполне универсально применимы и к музыке, и к графике, и к видео, и к чему вообще хотите. О чем, собственно, пишет Шкловский? Ну, я напомню, что это происходит, то есть изначально эти идеи родились в начале XX века, когда оказалось, что классическое искусство, да, больше художников и зрителей, и критиков не устраивает. Сам Шкловский был критик, но он также писал стихи, и вообще есть прекрасный сборник текстов, так или иначе с ним связанных по названию… Я забыл, как он называется, но, в общем, на самом деле, можно читать все подряд, и письма прекрасные у него. Он дружил с Маяковским, дружил со всей вот этой компанией поэтической ранней советской, вот. И он писал в том числе о Толстом и говорил о том, что Толстой, ну, собственно, занимается вот этим самым остранением, да, он создает для зрителя моменты, когда зритель не может воспринимать текст автоматически. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с чем-то для нас новым, да, мы как бы реагируем на это бодро, остро, нервно, да, часто это нас, ну, как-то бесит. Вот. И Шкловский говорит, что это, собственно, есть искусство, да, если искусство не бесит, это не искусство. И любой опыт, какой бы острый он ни был изначально, постепенно превращается, ну, сначала в просто какой-то привычный нам опыт, а потом и вообще в ничто, да, он превращается в банальность. И сейчас действительно очень трудно представить себе, насколько сильно впечатляли, насколько сильно бесили зрители работы Кандинского, например, да, вообще абстрактное искусство как таковое. Потому что сейчас, если вы зайдете в любой мир обоев, да, вы найдете обои имени Кандинского, которые вообще никак, ну, не вызовут у нас никакого торжения, не вызовут у нас никакого, собственно, включения внимания. Вот. И так происходит с очень многими разными вещами. Да, я просто, ну, по своему опыту могу рассказать, что я пошел однажды с детьми на фильм «Трансформеры» и заснул, да, несмотря на то, что это, как бы, ну, можете представить, грохот металла, выстрелы, взрывы, да, и, в общем, все понятно, да, ничего нового для меня там не происходило. Вот. Поэтому, как бы, в какой-то момент, ну, я просто потерял интерес, потерял, как бы, желание вообще за этим следить. И, ну, еще раз повторю, да, происходит с очень-очень разными вещами. Например, ну, вот сейчас, как бы, такие вещи вызывают только веселый смех, да, как бы, я помню, что в молодости это казалось действительно очень-очень круто, да, в моей. Вот. И вот эта странность, она измеряется, ну, не обязательно, собственно, в странность. Когда мы говорим, что это, что произошло, остранение, не обязательно именно в этой терминологии оно происходит. Да, то есть это может быть страшно, это может быть ярко, это может быть внезапно, это, ну, могут быть разные-разные-разные слова, как бы, этот опыт описывать. Но важно, что этот опыт всегда вырывает нас из полусонного нашего состояния, в котором мы находимся, из состояния экономии душевных сил и внимания, и интеллектуальных сил. И когда мы, ну, входим, так скажем, в какое-то взаимодействие с произведением искусства, предполагая, что нам все про него понятно, да, задача художника, как бы, вырвать нас из этого состояния. И это становится все сложнее, да, и на самом-то деле проблема с постмодернизмом не в том, что он, как бы, ну, оперирует какими-то уже созданными кем-то вещами, да, а в том, что эти вещи нам хорошо знакомы, и очень трудно найти то сочетание этих устоявшихся каких-то существующих вещей, да, который бы нас удивил. Вот есть, как бы, создать что-то новое само по себе непросто, но, ну, мне кажется, что не так стоит задача, да. Есть задача создать для зрителя какой-то опыт, на котором он не заснет, да, который не даст ему сказать, мне все понятно, который не даст ему остаться в покое. Вот. Понятно, что это, ну, есть противоположные точки зрения на искусство, да, и понятно, что само слово «искусство» изначально означает, ну, скорее мастерство, да, чем, скажем так, какое-то создание неприятностей для зрителя, да. Как говорит наш с нашей коллегой Женя Корнеев, ну, там, когда, решив какие-то задачи конкретные, функциональные, да, мы можем приступить к созданию для зрителя проблем в игровых дозах, говорит он, да. Вот это создание проблем, на самом деле, тоже некий аспект мастерства. И, ну, мне кажется, очень важным тот момент, что остранение действует не на всем протяжении взаимодействия с произведением искусства, а именно в первый, как бы, момент, вот. Но дальше это может быть уже какой-то более комфортный опыт, это может быть какое-то, ну, скажем, просто погружение в историю, которую нам рассказывает художник, или как-то еще мы можем этот опыт описать, вот. Но, в принципе, это остранение может происходить на самых-самых разных уровнях, да. То есть я еще раз повторю, да, собственно, что сказал и что ввел Шкловский? Он сказал, что любой прием в искусстве постепенно автоматизируется, какой бы острый он изначально ни был. И наша задача, как бы, взламывать, мешать этой автоматизации, да, мешать зрителю, собственно, засыпать. Вот. И художники, и писатели начала 20 века, они очень по-разному решают эти задачи. Ну, наверняка вы читали какие-то тексты, не знаю, Андрея Белого или Андрея Платонова, которые остраняют буквально в каждом предложении, да, то есть они не дают нам ни в какой момент расслабиться. То есть Платонов постоянно выдергивает нас из какого-то ощущения, что мы слушаем привычный русский язык, да, какими-то такими сочетаниями, ну, такими прилагательными, такими глаголами, что мы вынуждены вздрагивать и как бы перенастраивать заново свое представление о русском языке и о том, как хорошо мы его знаем и на нем говорим. Вот. Ну ладно, я сейчас, как всегда, забегаю вперед. Понятно, что, как бы, и все, да, одного измы, на самом-то деле, какие мы можем вспомнить, импрессионизм, сюрреализм, экспрессионизм, да, кроме тех задач, которые они решали, скажем так, литературных, да, они решали задачу по-новому включить внимание зрителя. Они решали задачу, как бы, перетянуть внимание на свою сторону, да, от того, что делают, там, как бы, ну, другие измы, скажем так. Вот. Ну и со всеми измами случилось то, что случилось, да. И импрессионизм нас больше не торкает, так как он раньше торкал, и сюрреализм нас не торкает. То есть какие-то вещи остаются впечатляющими по каким-то причинам, и каждый раз это надо разбирать заново, да, почему все-таки это работает. Но в целом, как бы, сама идея сюрреализма для нас совершенно не нова и не, как бы, не останавливает наше внимание. Вот. Но мне кажется, что как раз, ну, интересно посмотреть на тех художников, которые плохо встраиваются в те или иные, как бы, течения в искусстве, и которые, там, занимают какие-то промежуточные, может быть, места, но которые, тем не менее, оказались очень влиятельными, да. Ну, один из них Фрэнсис Бэйкон, другое имя, которое можно назвать, это Макс Эрнст. Это люди, которые слишком мощные, да, чтобы можно было их атрибутировать к какому-то конкретному течению. Вот. И, ну, работы Бэйкона настолько эмоциональны, да, настолько пропитаны каким-то вот этим, даже не знаю, как это сформулировать, да, то есть какой-то такой тяжелой мрачной энергией, да, что этот прием не перестал нас впечатлять. И вообще, ну, правда в том, что все, что касается человеческого лица, все, что касается человеческих каких-то, ну, в первую очередь, лица, там, глаз, рта и так далее, да, мы воспринимаем очень остро, да, эти вещи, ну, никогда не перестанут нас впечатлять, никогда не перестанут вызывать у нас, как бы, вот это нервозное состояние, потому что мы испытываем эмпатию. И здесь уже речь не только о приеме, но и о том, что мы, собственно, переживаем, глядя на это. Вот. И, ну, если говорить о том, какие вообще существуют способы остранения, да, конечно, я их всех не перечислю ни в коем случае. Вот. Просто я приглашаю вас посмотреть на свои любимые вещи и подумать, что вас заставило остановиться, когда вы их увидели, почему вы их запомнили, да, потому что на самом-то деле наша память работает таким образом, что все, что мы запоминаем, это некое для нас событие, да. То есть то, что называется моментом научения, да, когда мы, как бы, столкнулись с чем-то, что нам непонятно, и научились это воспринимать, научились, как бы, объяснять себе, что это, как это работает и что вообще произошло, да. И, конечно, ну, чаще всего нам хочется, ну, как бы, сэкономить, опять же, эмоции, да, жизнь от нас требует большого количества эмоциональных сил, да, и искусство, ну, редко, искусство редко достаются те эмоциональные силы, которые мы тратим в жизни, вот. И это, ну, мне кажется, в этом состоит, собственно говоря, зрительское мастерство в том, чтобы заставлять себя переживать эти эмоции как будто в первый раз. Вот. Но, ну, просто чтобы, чтобы их пережить, да, нужно их, как бы, мне кажется, назвать, да, нужно понять, что именно с нами произошло и почему мы в этот момент, чему мы в этот момент научились, как этот опыт вообще был устроен. Вот. И важно, что, ну, я сейчас уже буду говорить только про графику, потому что это моя, как бы, родная, скажем так, область. И, ну, какой бы вы ни взяли, там, текст о восприятии графики, их довольно много написано, они все, там, ну, есть разные подходы к этому вопросу. Вот. Но почти все, что я читал по этому поводу, подразумевало, что у нас есть некий язык, который мы распознаем, и дальше мы уже, как бы, погружаемся в произведение, изучаем то, что нарисовано, ну, как бы, читаем его как литературу, да, какую-то. Вот. Но правда в том, что самые сильные, самые интересные графики, они, как бы, могут сочетать, ну, или нет, ладно, некоторые графики, некоторые интересные сильные графики, могут в одном произведении сочетать несколько языков, да, они могут заставлять нас постоянно находиться в тонусе, переключаясь с одного фрагмента произведения на другое, и, как бы, все время заставляют нас просыпаться, да, потому что мы, ну, как бы, уже, буквально движись взглядом по этим лицам, да, мы успеваем, как бы, забыть, да, что происходило с нами секунду назад. То есть каждый фрагмент произведения – это не просто новое событие для нас, но это событие, которое работает по новым правилам. И вот это, мне кажется, дико интересным, ну, в том числе, поэтому я считаю себя каким-то, ну, даже не фанатом Соло Стейнберга, да, я вообще всю свою преподавательскую деятельность считаю каким-то пролонгированным поклонением Соло Стейнбергу, вот, потому что, ну, мне кажется, с точки зрения, там, современной иллюстрации, современной графики – это самый важный художник, потому что он открыл огромные-огромные какие-то новые поля, и буквально в каждом, ну, в очень многих своих, как бы, вещах он предлагает, как бы, новые способы смотреть на графику, он предлагает новые способы вообще переживать графику. Хотя, вроде бы, это вещи очень легкие, смешные, остроумные, ненатужные, и, как бы, никакого, ну, вот этой бейконовской тяжести в них, конечно, нет, но в них есть какое-то постоянное вот это присутствие игры, да, у них есть постоянное взаимодействие со зрителем и подкидывание ему новых, как бы, задачек, что мне кажется очень ценным. То есть, ну, если вы посмотрите работу Стейнберга, да, ну, наверняка вы видели его обложки для Нью-Йоркера, это художник, который переизобретает графику чуть не в каждом произведении. Вот, ну, и забегая вперед, я хочу сказать, что, ну, почему мне эта тема кажется такой важной? Потому что, на самом-то деле, главное, чему мы должны научиться, как художники, это остранять самих себя, да, свою собственную работу, не давать себе засыпать, да, за ней, не давать себе, как бы, говорить, ну, понятно, сейчас я нарисую там одного человечка, другого человечка, и так далее. То есть, постоянно играть в остранение самим собой. Вот. Ну, я буквально любого художника, который, мне кажется, интересным, могу, ну, можно обсуждать с этой точки зрения, и понятно, что, ну, вот Матоки – это тот художник, который может служить примером вообще в любом разговоре, будь то пространство, цвет, сюжет, пластика, не знаю, ритм, все что угодно. И вот эта работа мне очень понравилась тем, что, ну, много чем, да, в ней, как бы, много событий происходит, но одно из событий – это, как бы, две очень разных синстатических метафоры, если не больше, да, потому что, как бы, здесь есть в этой картинке присутствие очень горячих каких-то объектов, очень холодных объектов, да, и переключая взгляд между ними, мы, как бы, ну, не вполне, может быть, осознавая это, но все-таки переживаем какой-то синстатический опыт на уровне, вот, терморецепции, восприятия температуры. Понятно, что все эти опыты, они, ну, микроскопические, да, что мы не всегда можем, ну, вообще на них даже, как бы, как англичане говорят, put a finger, да, то есть мы, как бы, не можем их поймать, показав на них пальцем, вот. Но в этом, еще раз повторю, есть самое интересное, да, это разобрать свое мгновенное впечатление от произведения графики на какие-то микроскопические фрагменты и посмотреть, какой из этих фрагментов самый, как бы, наиболее больно нас уколол, скажем так. Вот. И, ну, повторю, да, что остранение может происходить на самых разных уровнях, да, в разных, так скажем, точках вот этого процесса восприятия, может случаться тот момент, когда мы говорим, ой, секундочку, что происходит? Я не знаком с таким опытом, мне недостаточно моего опыта, чтобы сказать, окей, все понятно, и уйти, да, мне нужно разобраться, да, мне нужно провести какое-то время в этом произведении, чтобы просто не чувствовать эту задачу нерешенной, чтобы она не осталась нерешенной. Вот. И понятно, что, ну, есть уровень, как бы, визуальный, так скажем, уровень цвета, там, формы, ритма, тона и так далее, есть уровень просто литературный. И очень многие авторы, ну, такие, как Герри Ларсон, не знаю, Дэвид Шригли, да, они, как бы, стараются максимально купировать все, что не касается, собственно, сюжета, да, чтобы зритель как можно быстрее переходил на уровень, ну, чтения, да, то есть никакого вот здесь остранения на уровне графики нет. Но сам сюжет всегда, как бы, создает какую-то странность. Это не самый, может быть, характерный пример, но я просто очень люблю эту вещь, да, вы видите, что здесь происходит. Здесь один инопланетянин говорит другим инопланетянам, улыбайтесь, и вот они улыбаются, выпускают, значит, из себя какие-то эти перья. И происходит что-то очень странное, да, и в этот момент мы, как бы, вроде все понятно, вот. Но, ну, я эту картинку узнаю уже много лет, и она не перестает меня остранять, да, я не перестаю вздрагивать, да, глядя на эту ситуацию. Потому что у меня, у меня очень много вопросов к этим, к анатомии, да, я, как бы, поскольку ответов на эти вопросы никогда я не получу, да, то она меня не отпускает. Вот. И понятно, что, ну, когда мы видим какое-то изображение в таком духе, да, мы от него не ждем никаких сюрпризов особо, да, мы ждем, что нас развлекут, но мы не, как бы, не чувствуем какого-то приближения опасности, да. И это тоже некий прием, да, когда мы сначала впускаем зрителя в безопасное пространство картинки, а потом даем ему там щелчок по носу. Вот мне очень нравится в этом смысле художник Фергюсон, он, ну, вы видите, что по эстетике это довольно похоже на каких-то голландских мастеров, там, на Брегеле. И, то есть сюжет прочитывается не сразу, хотя мы сразу понимаем, как бы, контекст, да, ну, нам кажется, что мы понимаем контекст, нам кажется, что мы хорошо знакомы с такими вещами, да, с классической живописью и так далее. То есть он, ну, вполне осознанно создает свои истории именно в пространстве классической голландской живописи. Вот. Ну, я не знаю, видно вам, да, там какое-то чудовище ест человека. Он очень похожий, причем, на Чужого из, собственно, из фильма «Чужой», что само по себе смешно. Но вот эти его, как бы, постарали с какой-то фантастической начинкой, мне кажется, очень хорошим примером именно странения на уровне сюжета. Вот еще один Фергюсон, тоже мне очень нравится. И вы видите здесь, что вообще, как бы, воспроизведено довольно точно, ну, как бы, воспроизведено пространство брейгельских картин, вот, в нем происходит какая-то очень странная фантастическая лабуда. Вот. Ну, приглашаю вас посмотреть, он, как бы, довольно интересный выдумщик, да, ну, на самом деле такая, что это такое? Это, как бы, сюрреалистическая такая фантастика, да. Но, и вообще-то этим приемом пользовались, там, и Дали тоже, да, когда у нас есть какой-то понятный пейзаж, и в нем какое-то что-то странное. Ну, важно, мне кажется, здесь то, что отстранение происходит не сразу, да, что сначала мы, как бы, погружаемся, и потом получаем вот этот щелчок по носу. Вот тоже мне очень нравится фотограф Грегри Крюдсон, который, ну, на первый взгляд, ничего, как бы, странного не происходит, а на второй, там, все очень странно, да. То есть весь, как бы, сюжет в целом, он очень тревожный, пугающий и так далее, да. И вы, ну, понятно, что это постановочное фото, да, он всегда нам очень, ну, много вкладывается в всю детализацию, да, там, ну, просто это сделано уже средствами фотографии, а не живописи. Ну, мне кажется, очень интересным именно тот факт, что это вроде бы что-то, что мы считываем, ну, мгновенно или почти мгновенно, но из-за того, что мы не получаем ответ на то, что здесь произошло, да, из-за того, что там произошло что-то странное, да, мы, как бы, ну, не знаю, как вы, да, я служу по себе, я описываю, собственно, свои опыты, ну, меня этот образ и этот сюжет не отпускает, да, я в нем, как бы, вынужден, как бы, испытывать тревогу за этих девушек, да, и постоянно к этому образу возвращаться. Ну, так, многие работы крються на работу, да, они все довольно тревожные, и во всех есть какой-то элемент, ну, вот этой самой странности, вот этого, собственно говоря, события. Вот. Вообще, ну, я повторю, что стоит слушать не меня, а читать Шкловского, у него просто прекрасный язык, и есть цитаты, которые я постоянно, как бы, в голове прокручиваю, одна из цитат звучит так, то есть он, говоря о поэзии, говоря о, собственно, рифме, да, понятно, что рифма уже давно перестала быть каким-то непременным, обязательным элементом поэтического текста, но Шкловский пишет о том, что рифма, это как раз и есть инструмент остранения, как ни странно, да, он пишет о том, что рифма, как бы, удивляется тому, что два слова, рифма, как бы, удивляется тому, что слово разноосмысленное равнозвучно, да, то есть, как бы, сходство двух слов, которые обозначают разное, являются странным каким-то событием, хотя мы, вроде бы, привыкли к этому, но иногда в, ну, рифма может очень-можно сработать именно как способ остранения, и в графике само вот это превращение, да, каких-то похожих объектов друг в друга, ну, понятно, что это тоже избитый достаточно способ, но всегда мы вздрагиваем именно потому, что мы не понимаем, в какой момент произошла подмена, да, каким образом нас обманули, да, когда произошло вот это превращение. Вот, ну, вот Сутер вообще рекомендую посмотреть, это, как бы, большой мастер вот этих визуальных рифм, и, ну, понятно, что в тексте литературном рифма работает немножко иначе, да, то есть, как бы, не происходит вот этого окончательного превращения, но суть ее та же, да, это момент, когда внимание зрителя немножко включается. Понятно, что, когда мы читаем классические какие-то поэтические тексты, мы на, как бы, на рифме можем скорее засыпать, да, но, ну, особенно, когда это какие-нибудь глагольные рифмы, да, там, пошел и ушел, да, но на самом-то деле сильные, неожиданные, странные рифмы, да, в поэзии работают как именно как инструмент остранения. Вот. Очень важный вопрос, который часто, мне кажется, остается необсужденным, да, когда мы говорим о произведении искусства, это интонация, да, и, собственно, ну, мне кажется, что про интонацию, можно сказать, вот что, это оборотная сторона впечатления, да, она не равна, как бы, тому, что переживает зритель никогда, но это некий, как бы, образ, которым художник выходит к зрителю и то, что он транслирует. У меня есть любимая метафора чтеца, когда художник, ну, грубо говоря, рассказывает историю, мы представляем себе легко, там, 10 разных художников, которые иллюстрируют Алису в стране чудеса или, там, любой текст возьмите, какой вы любите, с одним и тем же текстом, с одним и тем же сюжетом, но с разной интонацией. То есть интонация, собственно, это то, что очень мало кто умеет менять, да, очень редко мы найдем художника, который владеет там хорошо больше, чем одной интонацией, но об этом я, к этой теме я еще вернусь, да. То есть понятно, что, ну, представьте себе, не знаю, любой, как бы, знакомый вам текст, да, прочитанный человеком, ну, типа, мной, да, и каким человеком, который, там, обнимет вас и нашепчет этот текст на ухо, или человеком, который будет, там, скакать и кричать в мегафон, вот. То есть понятно, что, собственно, между текстом и зрителем, да, есть еще автор, который его рассказывает. И в графике всегда вот это присутствие автора очень сильно, да, то есть рисование и, ну, вообще, разные, как бы, графические техники, да, они обладают свойством такой большой интимности, да, на самом-то деле. Мы всегда очень много о себе выдаем, да, когда рисуем. Ну, фотографии, может быть, чуть меньше, да, и, собственно, самые сильные фотографы – это те, которым удалось создать свою узнаваемую интонацию, да, и это большая, на самом деле, редкость. Вот. Но, ну, собственно, пример мой любимый, да, это Голиаф Тома Голда, то есть это история про Давида и Голиафа, но пересказанная с интонацией такого, как бы, очень, ну, немножко унылого, да, очень спокойного какого-то рассказа, совершенно безбиблейского вот этого пафоса. Вот. Ну, вообще рекомендую, собственно, эту книжку, она вышла в ум-книге, если до сих пор ее можно найти, да, это просто как раз упражнение на изменение интонации всей истории. И вот я уже упомянул Давида Шригли, да, потому что это тоже художник, который вроде бы купирует свою, ну, визуальную составляющую. На самом деле, конечно, нет, да, нельзя ее купировать, она всегда какая-то, да, она всегда как-то работает. И, собственно, ну, для Шригли интонация является главным элементом вот этого впечатления, да, потому что он, как бы, выступает перед нами с каким-то очень простым текстом дурацким, да, вот, и рассказывает его, как бы, дурашливой интонацией, но, ну, опять же, зная работы Шригли, можно быть уверенным, что он, как бы, ну, то есть не такой дурачок, каким хочет казаться, это точно, да, это хорошо понятно по его скульптурам, например, очень остроумным, вот. Но здесь это интонация, как бы, такого дурачка, да, он немножко паясничает перед нами, вот, и в этом есть такой, как бы, интересный трюк, потому что он, как бы, манипулирует нами, да, на самом-то деле он, ну, не так глупо, как хочет казаться, вот. Ну, вот к вопросу об интонации, собственно, фотографии, да, мне кажется, что стоит, ну, самое сильное впечатление фотографии для меня, да, это когда я вижу какой-то знакомый объект, понятный объект, да, но с фотографированной с новой для меня неожиданной интонацией, да, и вот, ну, фотографии Гронского, которые часто фотографируют какие-то спальные районы, да, вдруг они начинают выглядеть, как какие-то сказочные места, да, какие-то удивительные, не знаю, волшебные края, вот. И это, как бы, остранение в чистом виде, да, потому что мы, ну, проехав, не знаю, на поезде или на машине мимо этих новостроек, конечно, не обратили бы на них никакого внимания, да, намерение, его эмоции, его степень, как бы, ну, здоровья, да, болен ли он чем-то, опасен ли он для нас, как зараза и так далее, вот. Ну, понятно, да, что здесь просто Джон Эдвардс использует, как бы, яркий контровой свет, да, и таким образом разрушает форму, не дает нам воспринимать ее комфортно, не дает нам ее, как бы, считывать без напряжения. Вот. То есть, чтобы понять, что это на самом деле, ну, как бы, где по-настоящему кончается его скула, нам нужно предпринять некое усилие. И вот это усилие, оно, ну, мне кажется, с одной стороны, оно, конечно, бесит, ну, в смысле, необходимость его предпринимать, с другой стороны, оно увеличивает очень сильно эмоциональное сцепление свечи. Ну, вот еще пример использования такого света. Про пространство можно отдельно говорить. Я уже сказал, что в графике почти всегда, поскольку пространство не такое, как мы видим фотографии, не такое, как мы видим в жизни, оно всегда странное, да. Но многие художники идут еще дальше и создают еще более странные опыты, да. То есть, здесь пространство создается просто самим размером героев, как они расставлены в листе, да, и мы чувствуем, что там возникают какие-то сбои, какие-то, как будто игры с какими-то измерениями, да. Ну, вообще, вот Ичинори к вопросу о церкви Сол Стейнберга, да, они хорошо понимают, да, чего стоит вот этот игровой элемент в графике, и, мне кажется, всегда зрителю подбрасывают какой-то интересный опыт. Очень, очень, ну, это пара художников, Майюми Атера, его зовут, не помню, как? Не помню, вот. Ну, тоже возвращаюсь, все время буду возвращаться к фотографии, потому что фотография – это огромный, мощнейший источник, собственно, идей, да, и сюжетных, и графических, и пластических, и пространственных, и тональных. И вот Джек Маккарти – это был фотограф, я забыл, к сожалению, Чикаго – это какой-то из американских городов в первой половине XX века. Он фотографировал место преступления, да, он ставил высокий штатив и фотографировал место преступления сверху. В какой-то момент просто этот архив фотографии нашли и, как бы, осознали его как какой-то, ну, шедевр фотографии. Вот, хотя он, конечно, думал об этом в терминах чистой функции, да, то есть ему нужно было просто зафиксировать все детали преступления, ну, как бы, детали места преступления. Но именно взгляд вот этот сверху, да, причем, поскольку часто мы видим на этих фотографиях, ну, жертвы преступлений, трупы, мы начинаем подозревать, что это взгляд, собственно, призрака, да, человек, ну, как бы, того, кто, как бы, отлетел. Вот. И они действительно очень сильно впечатление производят, и редко когда, ну, собственно, с такой точки зрения мы видим, вроде бы мы все уже видели, да, вроде мы к всему уже привычны. Вот. И то, в общем, можно найти вещь, когда мы, ну, вынуждены, вынуждены заново учиться смотреть и переживать. Очень хорошая книжка Керен Каттс называется «Academic Hour». Это, ну, не комикс, не пойми что, да, просто такая история про архитектурное училище, в котором все пошло не так, да, все пространство сломалось, то есть как бы студенты-архитекторы взломали пространство в своем колледже, и там на каждой буквально полосе, да, с пространства происходит что-то новое, да, погуглите, она очень хороший такой тоже пример. То есть там как бы вроде бы все с языком понятно, но именно пространство так интересно мнется, так интересно играет, что ты постоянно вынужден как бы вздрагивать, останавливаться и включать внимание. Вот это недавнее для меня открытие, хотя художник уже, ну, такой не новый и хорошо известный, да, но вот это вот супер близкий пристальный взгляд на какую-то деталь, да, он постоянно там то носок туфли нарисует, то пуговицу какую-то, такой с максимальным вниманием к этой детали. Вот, он действительно, ну, не знаю, для меня это какое-то острое переживание всегда. Вот, ну, про форму тоже можно часами разговаривать, и еще раз повторю, что форма всегда немножко странная, но художники, которые с этим активно работают, да, они, ну, скажем так, идут дальше, да, и вот, ну, один из любимых наших авторов, Карлос Нина с Машей, да, он доводит вот эту гротескную форму до каких-то пределов, то есть он выкручивает эту ручку так, что начинает просто дребезжать как бы стекла в окнах. И действительно обратить внимание, что тут есть какие-то элементы, которые, скажем так, более понятны, и мы легко их находим и считываем, да, но дальнейшее движение по картинке, да, заставляет нас как бы останавливаться и спрашивать себя, правильно ли мы все поняли, и снова и снова как бы обходить картинку взглядом и разбираться в ней, да. Ну, я не знаю, можно ли считать это универсальным каким-то правилом, но вообще вопрос о том, как долго мы можем задержать зрителя в картинке, для любого художника, мне кажется, очень важным, да, и даже речь не о том, не всегда и не обязательно, о том, как долго он простоит, как бы, или просидит, сидя на ту или иную картинку, или как долго он задержит, как бы, ленту в Инстаграме, да, на нее глядя, но и о том, как бы, запомнит ли он ее, унесет ли в своей голове, захочет ли к ней вернуться и так далее. И, собственно, остранение – это ключевой здесь вопрос, да. Ну, то есть, в какой-то степени для меня слово «остранение» – синоним слова «событие». То есть, если произошло это событие, значит, зритель, как бы, не забудет его и вернется к вам за новыми подобными событиями. Вот прекрасный Мэтью Хьюстон. Ну, то есть, прекрасный слоник, я вот не могу, как бы, то есть, я его уже миллион раз в разных лекциях показывал, сказать мне про него нечего, он прекрасен просто. А вот, ну, понятно, что Филипп Берг остраняет и на уровне формы, и на уровне цвета. И понятно, что это тоже, как бы, история про живописный цвет, когда там возникают какие-то симультанные контрасты, да, когда у нас есть какие-то, ну, столкновения цветов некомфортные, да. И Берг, ну, доводит тоже эти, как бы, дребезжание цвета до предела. Я помню, когда я недолго пытался учиться живописи, мне говорили, что моя живопись похожа на спортивный костюм. Вот Берг – это, как бы, апофеоза спортивного костюма в живописи. Вот. И интересно здесь то, что мы видим знакомое лицо, мы узнаем его легко, да, мы, как бы, легко понимаем, о ком идет речь. И вот это сопоставление постоянное, да, знакомого образа с вот этим взломанным образом, оно и создает это, как бы, создает это событие. Очень интересный, ну, это, на самом деле, нужно здесь вернуться к разговору о литературе, да, потому что Мэтт Ротто такой, ну, один из блестящих, вообще, журнальных иллюстраторов современных, и он очень, как бы, хорошо придумывает свои сюжеты, да. Ну, собственно, это, что здесь сделано? Это иллюстрация к тексту, которая называется текст о том, как литература лечит раны 9 сентября, 11 сентября, простите. Вот. И, то есть, он, по сути, взял и наложил несколько фотографий людей, падающих из, ну, торгового центра, всемирного торгового центра, друг на друга, получив вот эту, как бы, страшную какую-то, не знаю, как ее описать, да, рогатую какую-то конструкцию, да, которая, ну, на самом деле понятно, что она только приближается к тому, чтобы нас напугать так, как нас напугали эти образы сами по себе, да. Но это, скорее, разговор о том, как мы вообще всю эту историю воспринимаем, да, насколько она сильно нас травмировала. Ну, я думаю, что не только для американцев, как травматичный опыт, вот. И, собственно, история об этом человеке, да, который стоит и воспринимает это и пытается это осмыслить, да, и, как бы, не может от конца осмыслить. Ну, я, значит, возвращаясь к себе, да, я сам занимаюсь много лет портретом, да, и для меня важно всегда было найти какие-то решения новые для каждого портрета. Не всегда удается, да, и, конечно, у меня есть какое-то количество приемов, какая-то безопасная территория, на которую я всегда возвращаюсь. Но я считаю, что лучшие мои вещи – это те вещи, которых я, там, удивил сам себя и нашел какой-то ход, который, ну, был выращен из героя, а не из моих привычек или умений, да. Ну, вот, и просто я могу сказать, что, ну, когда я смотрю на эти портреты, да, и вспоминаю процесс, которым я к этим решениям пришел, да, для меня просто очень, как бы, ну, приятно, неудачное слово, да, но эти моменты приятно и интересно вспоминать, да, это те моменты, когда я создал события сам для себя. Вот, и на самом-то деле все, о чем я сейчас говорил, да, понятно, что мы воспринимаем разные элементы изображения, разные аспекты изображения, ну, в некотором порядке, в зависимости от наших зрительских привычек, наших личных ассоциаций, наших каких-то жизненного опыта в том числе. И сам по себе сценарий восприятия изображения, да, это некий важный аспект его, да, насколько, до какой степени художник может им вообще манипулировать, может ли он вмешиваться в наш процесс восприятия, может ли он заставлять нас, ну, опять же, не просто проснуться, да, и, как бы, включить внимание, но и, как бы, задуматься о том, собственно, как мы воспринимаем произведение. Ну, любимый пример вот такой. Художник мне, к сожалению, неизвестен. Вот. Ну, это действительно довольно блестящий пример того, как художник может зрителям манипулировать. Вот. Ну, жаль, на самом деле, что это не всегда обсуждается как какой-то новый жанр в искусстве. Вот. Но на самом-то деле, без сомнения, это настоящее современное искусство и, как бы, мои приветы этому неизвестному художнику. Вот. Ну, я... Так уж я заканчиваю. Я хотел вот что сказать. Вообще, каждый сильный, каждый интересный художник предлагает нам собственный способ, ну, как-то вздрогнуть, да, и если мы к этому художнику возвращаемся, это значит, что мы пережили что-то, что с другими художниками мы не переживаем. Ну, как, собственно, так же происходит там с музыкой, с едой и так далее. И даже если этот опыт изначально не был комфортным, если этот опыт не был каким-то гладким, если хотите, мы, тем не менее, можем к художнику возвращаться, уже переживая этот дискомфорт как некий знакомый опыт, как некую знакомую радость. Ну, если здесь нужна метафора, да, то представьте себе, не знаю, острую еду или там какой-нибудь торфяной виски, что мы еще любим. Вот. Когда опыт нельзя назвать приятным, но тем не менее мы снова-снова-снова к нему возвращаемся. И вообще, мне кажется, вообще вот категория приятности опыта интересная, да, и очень часто, ну, когда мы как иллюстраторы имеем дело там с радиректорами, да, они нас как бы ограничивают в этом, в этой игре, да, нас как бы нас требует чего-то приятного для зрителя, и то, да, мне кажется, что, ну, именно потому, что эта категория как бы кажется самоочевидной, она на самом деле не самоочевидна. И очень многие опыты, так скажем, ну, которые можно отнести к профессиональной такой, как бы обычной иллюстрации, там, векторной или какой-то, они на самом деле могут быть очень там тревожные и болезненные. Вот. И, ну, например, я вот сейчас подумал, что стоило сюда добавить, вот наш коллега Маша Титова, да, она сделала такие панно в кафе «Хитрые люди» на винзаводе, которые, ну, очень мягкие по цвету, очень, как бы, такие приятные по фактуре, да, ну, вообще, это как бы, они, кажется, что они очень подходят для, вообще, для интерьера кафе, да, они не тревожатся, но если начинаешь в них вглядываться, оказывается, что, на самом деле, там есть какие-то очень болезненные касания, какие-то острые углы, такие, как бы, точки, в которых, как бы, изображение начинает как-то пульсировать, дребезжать, вибрировать и так далее. Вот. И, ну, будете на винзаводе, зайдите, посмотрите, мне кажется, это довольно интересная штука. Но один из ярких примеров остранения как инструмента, да, это работы Дэв Маккина и конкретно его «Комикс Кейджис», который, ну, он выходил на протяжении, там, скольких лет в виде отдельных тетрадок, потом его собрали в одну книжку. И, ну, Маккин как раз один из тех графиков немногих, которые могут манипулировать интонацией, которые могут менять по ходу дела интонацию, и которые, как бы, владеют достаточно широким, скажем так, диапазоном техник, да, чтобы эту интонацию, когда нужно, поддерживать. Вот. Я сейчас просто хотел показать несколько листов из Кейджис, да, чтобы, ну, я думаю, что в контексте того, что я сейчас рассказывал, будет понятно, о чем идет речь. Вот. Но мне кажется важным, что Маккин никогда сам себе не дает расслабиться, да, что он всегда находится в какой-то, в поиске новых решений, и каждый элемент истории, каждый сюжет внутренний, он требует, как бы, самостоятельного какого-то ответа. Вот. И вот, ну, если Стейнберг, там, иногда набирает, там, много языков в один лист, то у Маккина это происходит на протяжении, там, ну, книги, вот. И постоянно нам, мы вынуждены заново учиться смотреть, да, и заново читать то, что он рассказывает. Ну, вот просто посмотрите, да, я не знаю, насколько вам хорошо видно, но если плохо видно, то легко эти все вещи найти в сети. Я просто сейчас пролистаю. То есть, ну, для меня Маккин чемпион по количеству языков, использованных в одном произведении, именно Кейджис. Хотя в других вещах он тоже довольно непредсказуем. Вот. На самом деле, если вы залезете, опять же, на мой блог, там есть ссылка на гугл-папку со всеми слайдами, которые я использую. То есть, там эта презентация есть, поэтому можете спокойно брать и пользоваться. Вот. И, ну, обратите внимание не просто на то, как он меняет техники, но и на то, как он меняет интонации, да. То есть, это как бы ощущение, что это прям разные художники что-то рассказывают. Здесь каллажные как раз фрагменты какие-то. Причем вы видите, да, что здесь тоже свет еще снизу направлен, да, то есть дополнительные какие-то чисто визуальные решения заставляют нас как бы вздрогнуть. Вот. Но это безусловный шедевр, да, но я повторю, что мы как бы вообще в нашей работе там иллюстраторской, графической, ну, часто заняты тем, чтобы там как-то установить какую-то зону комфорта и в ней работать, да, чтобы зритель всегда знал, зачем он к нам приходит. Но каким-то таинственным образом Маккин, несмотря на вот эту всю непредсказуемость свою, он все-таки узнаваем, да, и то есть никак его как бы личность, да, не размазана. Мы всегда понимаем, что это Маккин по какому-то характеру линии, по какому-то характеру работы с листом, который мне очень трудно определить, потому что он действительно очень разный в разных местах. Ну, какая-то, может быть, нервозность, да, как бы постоянно в этих вещах присутствует. Вот. И мне кажется, именно поэтому, да, Маккин одним из самых интересных современных графиков, потому что, как бы, самое интересное понять, как он собирается из всех своих вот этих возможных техник. Потому что на самом-то деле, ну, в конечном счете, любое искусство, и Шкловский об этом тоже говорит, это встреча с автором, да, это какое-то, ну, через, там, изображение или через музыку, да, мы получаем, как бы, те эмоции, которые автор нас направит в нашу сторону, и мы, как бы, что-то узнаем о нем. И поэтому, ну, иногда я просто сталкиваюсь с тем, что, там, музыка, которая по жанру, вроде бы, должна бы мне нравиться, да, кажется мне совершенно невыносимой, потому что человек, который ее сделал, кажется мне, как бы, неприятным человеком. И наоборот, да, то есть есть вещи, которые я, там, слушаю или читаю, или смотрю, хотя, там, они совершенно мне не близки по жанру. Вот. Но дело в том, что жанр – это как раз нечто противоположное остранению, да. То есть когда создаются какие-то рамки, какие-то правила игры, и мы ждем от них постоянного, как бы, воспроизведения одних и тех же приемов, ну, а мы, как бы, приходим за чем-то, как бы, понятным и знакомым. И как только жанр сформировался, да, он становится скучным, он начинает терять свою, как бы, изначальную энергию. И, ну, понятно, что он формируется ровно потому, что зрители начинают идти и хотят еще и еще таких опытов, и быстро, как бы, эти опыты простывают. Вот. Но иногда просто присутствие сильного автора, да, который каким-то образом пролезает и разрывает границы жанра, собственно, и создает для нас вот этот опыт. И, ну, опять приглашаю вас посмотреть на все свои любимые вещи и попробовать их проанализировать с точки зрения интонации, с точки зрения того, что, собственно, почему встреча с этим автором для вас стала событием. У меня все. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием попробую ответить. Спасибо за внимание. Будут вопросы? Да, пожалуйста. У нас восприятие, поскольку не просто учили, как, в основном, как-то странение людей доступно людям, рефлексирующим. Как все-таки сделать так, чтобы человек был к нему готов? Как сделать так, чтобы человек смог испытать остранение? Вот я повторю, да, что, ну, вообще-то, как бы, иногда нужно выскочить из-за угла на зрителя, да, и ударить его как можно сильнее кулаком, вот, и это и будет остранением, да. То есть нет задачи, чтобы он был готов. Другое дело, что захочет ли он к вам вернуться после этого? Это следующий вопрос. Но пример Фергюсона, мне кажется, хорошим, да, когда вы внешне видите, как бы, картину Брейгеля, да, а потом в ней обнаруживается какая-то хрень, да. И зритель, как бы, перемещаясь между этими двумя, как бы, стадиями опыта, да, он, как бы, постоянно переживает, ну, вот, новизну этого события. То есть я, ну, правда в том, что есть разные художники, которые работают со зрителем на разных, так скажем, уровнях, да, и, ну, иногда иллюстрация занимается тем, что просто, как бы, украшает, там, журнальную полосу, и ничего больше, как бы, никаких других амбиций у нее нет, да. Вот, и, ну, вот те иллюстраторы, которых хочется говорить, это те художники, которые хочется говорить, это те художники, ну, которые создают, как бы, некомфортные часто опыты, да, то есть к которым ты возвращаешься не потому, что тебе было там приятно, да, или мило, а потому что ты не до конца разобрался, да, с тем, что там произошло, и вот это, как бы, ну, иногда мы просто не признаем себе, да, в этом, и мы, как бы, говорим, там, фу, какая гадость, да, нам это не надо, и внутренне мы, на самом деле, испытываем желание вернуться, снова посмотреть, разобраться, да, это, как, ну, известная метафора ранки во рту, да, которую все время трогаешь языком, хотя, ну, как бы, это ранка, вот, то есть, как бы, ровно то, чего делать не стоит, да, чтобы она зажила, вот, то есть, как бы, ну, я не знаю правильный ответ на ваш вопрос, да, потому что для каждого художника стоят разные задачи, ну, насколько он хочет, там, ранить или погладить по голове или укусить зрителя, да, вот, но еще раз говорю, да, что у любого художника есть некий арсенал вот этих приемов, да, которые нужно просто смотреть, изучать и как-то с ними разбираться. Ну, я, на самом деле, ну, как бы, я абсолютно полностью согласен с тем, что, безусловно, нет какого-то универсального искусства, которое будет понятно и одобрено всеми, но если мы возьмем, например, зрителя, который не привык вдумываться или анализировать какие-то свои состояния, ну, переживания, которые у него появляются, глядя на какую-то конкретную картину, иллюстрацию, фотографию, что угодно, вот каким ему нужно обладать инструментарием, чтобы открыться к какому-то новому опыту. Если вот он пришел посмотреть, я не знаю, на портреты Карла Брилова, а рядом висит вот прекрасный Фергюсон, которого он скажет, ой, что-то ничего не понятно, но пойдет дальше просто потому, что как бы ему непривычен этот опыт. Как ему открыться этому опыту, понимая, что он не умеет и не знает, как это делать. Вот есть ли какие-то рекомендации, опять же, учитывая. Да, я понял. Но вы спрашиваете, как зритель или как художник, честно? Как зритель, как зритель. Я понял. То есть вы как сын зрителя, я понял. Но тут… Сейчас, у меня какая-то мелькнула мысль и потерялась. Коротко так, такой ответ. Чем более острые опыты вы создаете, тем меньше у вас зрителей. Так по-честному. То есть, грубо говоря, есть художники для художников, есть художники для широкого зрителя и как бы длинный градиент между ними. И каждый художник вполне осознанно выбирает, где ему быть. И просто другое дело, что для кого-то… Для меня самый главный в моей жизни эстетический шок – это, грубо говоря, Стейнберг. И мне всегда хочется зрителя заставить играть в игру. Но обратите внимание, что Стейнберг – это очень дружелюбный художник на самом деле. То есть, он… Сейчас я вернусь к нему. Он вроде бы работает с нами на уровне карикатуры. Немного дальше, дальше, дальше. Но мы сразу видим, что этот художник для нас не создает ничего тревожного, болезнью. Но, тем не менее, внутри этого произведения для нас созданы какие-то странности. И Стейнберг, мне кажется, хорошим gateway drug, для того, чтобы потом столкнуться с чем-то более сложным. Но, знаете что, у меня просто на самом деле классный вопрос, потому что я не знаю, что на него ответить. Потому что не знаю вашего отца, и наверняка у него есть какие-то вещи, которые он готов все-таки воспринимать. Он говорит, ну, это понятно, это я люблю, это уже за пределами восприятия. И, может быть, просто попробовать выстроить для него какой-то градиент, да, сказать, смотри, вот это чуть болезненно, смотри, как он круто делает это, да. И показать ему, как, ну, почему этот опыт может быть ценным, да. Почему, как бы, смотреть трансформеров в сотый раз, это неинтересно, да. А посмотреть, там, не знаю, какой-нибудь фильм, кого, не знаю, Greenway, да. Это будет для него, там, новым событием. Ну, то есть, понятно, что какие-то вещи для него не будут, ну, как мы сегодня только обсуждали это как раз с директором Некрасовской библиотеки, что думать больно, реально, да. И, как бы, когда ты сталкиваешься с чем-то, что тебя заставляет думать, ну, как бы, проще повернуться и уйти, да. Ну, и давайте будем честны, да, как бы, не всем просто нужно искусство как таковое, да. И многим нужны именно обои подкандинского, а не кандинский, да. Вот, мы просто, как бы, ну, понятно, да, есть, как бы, то есть, я очень хорошо понимаю вашу фрустрацию, да, когда, просто, ну, действительно, там, то, что ты делаешь, там, твои ближайшие друзья или родственники просто не воспринимают. Да, да. Ну, как бы, с этим нужно тоже, наверное, философски как-то жить, потому что, в конечном счете, зритель у вас может быть один, да. И мне кажется, что, ну, на самом деле, всегда есть один зритель, это вы, да, и вопрос, насколько вы требовательны к себе зрители, да, потому что вы первый человек, который смотрит свою работу и говорит «готово», да, говорит, не нужно ничего больше не делать, она, как бы, ну, вот, на этом этапе меня устраивает. И, там, будь то комфортный или скомфортный опыт. Но, сейчас, то есть, мне кажется, этот один зритель должен быть, как бы, кем-то еще, да, то есть, чтобы вы знали, что у вас есть, ну, там, не знаю, кто там, преподаватель или ближайший друг, кто-то, кто вам скажет «да, это лучше, чем твоя прошлая вещь», да, или «да, это, там, ты делал шаг в сторону того, к чему ты стремился» и так далее. Ну, то есть, это может не быть ваш отец и, как бы, да, увы. Есть еще вопросы? Нет за что. Спасибо за внимание. Если что, знаете, не надо найти, пишите. Спасибо, друзья. Спасибо.